Посмотрим стадион на территории войсковой части 60883. Петербург-2. Быть может, неправильно называю принадлежность стадиона. Быть может, и другие были войсковые части здесь, войсковые подразделения, кроме мной названной. Тут занимались на этом стадионе. Вот за этой вышкой, за водонапорной башней и есть стадион. С левой стороны техпарк. Справа, вот так сразу, было здание плавательного бассейна крытого и далее открытый. Не существует, к сожалению. Это въезд дальше туда. Петербург-2. С этой стороны мы видим, что все снесено, разломано. Башня с часами. Вот она просматривается против солнышка. Но там она есть. Плохо видно. Сориентировались. Подойдем мы к стадиону. Времени сейчас. Начало 12-го. 4 марта 2020 года. Такой дороги, конечно, не было в те далекие уже времена. Вот так левее был клуб, здание клуба. Еще левее, вот так примерно, здание спортзала. От спортзала еще развалины сохранились. Я сейчас там проходил. Мы были с вами минут, наверное, 20-30 назад. Там, где размещался склад НЗ боеприпасов. Лежный склад боеприпасов войсковой части 80... Извините, 60-800-83. Походили. Как меду напились, да. Ветерок поднялся. Вообще погода замечательная, солнечная. Обещали к обеду дождь. Думаю, мы успеем до дождя. Добраться до опыслаковки. Вот эта яма и есть. Бассейн. Вот молодая поросль внизу. А там деревца выросли самостоятельно лет на разы 5 за 6. Уже чуть больше. Вон там, в яме, в этой... Тот бассейн был. Два бассейна. А правее туда, спортзал. Дальше клуб. Посмотрели. На стадион зайдем. Движение здесь оживленное. Грузовые автомобили сейчас не проезжают через Ютербок. Тут для них объездло через Ютербок-2. Опять же, я предполагаю, что, наверное, и здесь будут изменения какие-то по автомобилям. Скорости будет объезд. И Ютербок-2 будет объезжать. Ветерок. Зато мы уже близко к спортзалу, извините, к стадиону подходим. У нас есть материалы, группа Алтеслагер, фото обоих этих бассейнов. Развалины, правда, уже были и спортзал. Не придавал большого значения, что скорости будут снесены, объекты, и мало фотографий сделал. Ну, всего не продугадаешь, не продусмотришь. Ветер какой сильный поднялся. Вон с этой стороны видно уже эту казарму с часами. Вчера целый день был дождь. Как зарядился ночью, так и лил. Ну, сегодня обещают. Был ноль градусов, было ноль градусов ночью. Заморозки небольшие на почве. Гололед чуть-чуть был. Вот мы на стадионе почти что. Это тень от водонапорной башни. Водонапорная башня – частная собственность. Давно выкупили, но ничего не делается. Вот так вниз, если от водонапорной башни туда вниз, в сторону полигона, так можно сказать. За спиной уже у нас будет техпарк. Мы выйдем на эти объекты хранения, или же склад АНДЖ боеприпасов. Мы идем по беговой дорожке. Асфальт здесь. Уж не знаю, были какие-то другие тут спортивные сооружения. Но поле вот сохранилось футбольное в таком состоянии. Обходить мы, конечно, не будем. Вот один объект от техпарка остался. Здесь находится с левой стороны, на месте техпарка и других объектов, соляриус парк солнечных батарей. Действующий стадион посмотрели. Ну и завершаем наше видео. Выйдем на исходную. Да, чтобы уже... Там возле башни находятся еще скамейки. Видимо, было место отдыха. Стена на уровень роста исписана текстами, разными текстами. Фотографии мы делали. Сейчас подойдем, посмотрим. Некоторые из них. Ну, произвольно. Вот тут 65-й год написано. Куба 87. Эмирма. Баку. Это все и списано. Некоторые затерты прям на глазу белым топором. Или, видимо, кого-то заставили. Нет, некоторые нет. Вот это скамейка тут была. Что домой при ветре ехали? Здравствуйте. Микрофон закрыт. Тут какие-то тексты. Посмотрим. Плохо видно. Ну, плохо. Не то снова. Совсем так. Тут все страшно. Нет, не пойдем. Ветер сильный будет. Так вот. Завершаем наше видео. Всем всего доброго. Завернули. Нужно написать 4 марта. Силы. Петербург-2. Стадион. Вгодской части 60 и 783 других подразделений. Субтитры сделал DimaTorzok